Итак, о мечтах. Ведь мечты есть не только у ребенка, у взрослого тоже есть мечты. И Академия воплощения детской мечты интересуется у Сергея, как же мечтать? И что это за такое удивительное пространство мечты? Приветствую всех. Пространство мечты называется атманический архетип. Это такой принцип. Архетип – это безличный принцип, некий прообраз, как сказал Юнг, некий паттерн, шаблон. В общем, принцип. Но это принцип живой. Реально архетипы живые, они порождают или окрашивают. А что такое архетип, если по-другому сказать проще? Принцип. Принцип поведения? Чего угодно, у всего есть архетипы. Какая-то закономерность? Закономерность, безусловно. Вопросы об архетипах серьезные. Профессиональная работа с психикой на архетипах, любительская работа на образах. То есть архетипы – это база и азы. И среди этих архетипов есть один очень замечательный. Он называется атманический архетип. Состоит из идеалов. Набор идеалов и превращение идеалов – это атманический архетип. И внутри идеалов одной из форм идеалов является мечта. Мечта – это такая идеальная цель, которая должна светить. Вот именно светить, вот мечта должна светить. Ее не надо торопиться сразу превратить в действие, потому что светить она должна на систему ценностей. На шестой этаж ума. Мечта – это такой идеал, который, как идеальная цель, светит на важность, на уровень целей. Человеку что-то становится важно, фундаментально, значимо, если ему светит мечта. И вот тут выстраивается ценностная дорога. Это путь, по которым он идет. Мечта должна светить на путь. Не надо мечту сразу стремиться превратить в действие, в поступок. Нет. Вот мечта должна светить корректно, чтобы было человеку хорошо, чтобы здоровая психика была. Мечта должна светить на ценность. А медитация ценностная уже дает какую-то дальнюю цель. Так от двух до десяти лет это такой масштаб. А уже цель превращается в поступки. Дорога к цели делится на события, на шаги, на решения. И вот каждым этим шагом является уже... Пятый этаж ума это каузальный архетип. А система ценностей бодхиальный архетип. А мечта это атманический архетип. Вот внутри этого архетипа нужно заниматься и черпать из него вдохновение. Он служит для вдохновения. А какая у вас мечта? У меня мечта. У каждой моей субличности своя мечта. Моя задача их интегрировать постепенно. То есть мечта может быть у человека не одна. Может быть несколько желаний, которые нам светят, показывают путь, и мы к нему идем. Согласно количеству субличностей. Конечно. У каждой субличности будет своя мечта. Например, моя субличность шоумена, которая произошла после... При раскопках и при анализе, отчего же так десятилетиями я смотрю на итальянских певцов и восхищаюсь. И слушал песни реки повари десятилетиями. И они меня вдохновляли. Ну откуда ж такая энергия идет? Это же явно идеал. А идеал, мечта это примерно одно и то же. И вот. И я осознал себя шоуменом и стал больше говорить разными голосами, стремиться на сцену. Мечта у меня как-то воплотить вот этот вот тип, типаж итальянских певцов. Я уж не знаю. Голоса у меня нет. Улыбку я не могу тут держать. Но он мне светит. Но вот эту энергию итальянскую вы словили. Да, она через меня всегда шла. И, конечно, она игнорировалась. Каждый человек, который недооценивает свою мечту, не разглядывает свои идеалы и не занимается их оформлением, человек может проигнорировать очень важную тонкую потребность духа. А дух-то хочет воплощаться, он в потребности. А вот как услышать в себе эту потребность? У меня такой еще вопрос созрел. относительно субличностей. Это получается внутреннее деление себя на многих-многих-многих-многих-многих. Но ведь по факту, ну как бы божественная энергия, это же единение. Мы же внутри едины и цельны. Почему тогда мы делимся? Достаточно слышать просто количество желаний, но сфил-то в единстве? Или я как-то не так понимаю? На каждый вопрос я могу ответить полчасовой лекции. Вот буквально ты говоришь четыре слова, и мне уже есть сказать 20 минут. Поэтому первая часть вопроса в чем заключалась? А вот начнем с субличности и деления, и единства. Это самое главное, что мне интересно. Ну давайте совсем сверху. Итак, мы продолжаем. Я понимаю, что на каждый вопрос можно ответить в течение 20 минут. Но если сказать это тезисно, как название главы или название целой книги, как можно было бы ответить на это? Почему мир делится на части? Почему мы внутри, вы внутри сейчас делите на субличности суть? Очень просто. Суть эзотерики соответствует Максиме Римского Сената, известной как «разделяй и властвуй». Если мы это помещение рассматриваем как одно единое, одна штука, мы можем оперировать с этим помещением только как одна штука. Как с одной штукой. Мы не можем внутри ничего передвинуть, потому что оно одно единое, неделимое. Но мы можем разделить на стол, на воздух, на пространство, и в фокус внимания попадет какая-то часть целого. И мы можем части целого взаимозаменять, видоизменять, чтобы изменить целое. Это принцип эзотерики. Разделяй, властвуй. Приписывают также и Макиавелли, и многим другим полководцам успешное владение этим принципом. Разделяй и меняй целое. Ты никак не поменяешь целое. Ну, в какой-то модальности поменяешь целое. Но если оно не получается поменять целое, целиком, тогда надо разложить целое на части, поменять части и собрать совершенно другую версию. Например, из личности, которая долго терзалась душевной боли, можно, разобрав ее, и собрать новую личность, которая счастлива и у которой нет болезней. И которая наполнена силами, исполняет свою мечту, движется туда, куда ей Бог заповедовал двигаться. Ну, это так, вкратце, если рассказать полчасовую лекцию за одну минуту. Да. И вернемся, на самом деле, к мечте. Мы с детьми порой создаем плакаты желаний. И плакаты желаний мы делаем в каждой сфере жизни. То есть мы делим не внутреннее содержание их, а внешнее, внешний мир. То есть у нас есть семья, есть желания в каждой сфере. И очень интересно следить за детьми, которые так смело умеют это делать, так смело и чутко осознают, что им на самом деле хочется. Вот как взрослому человеку настолько же чутко относиться к внутренним своим мечтам, желаниям, проявлениям, слышать их, чтобы реализовать, чтобы осуществить эти заветные мечты и желания? Начнем с того, что каждому взрослому человеку это не нужно. Есть множество людей, которым нужно прожить свою жизнь, сам нам бы выглядеть, свою жвачку жевать, выглядеть свою скучную серую киношку. И дух не имеет в виду из них выковырять какого-то успешного или богатого или здорового человека. Они должны расхлебать свою карму, как говорят мудрецы, и спят 999 из тысячи. Вот нам нужно, видимо, вести речь о том взрослом, который один из тысячи. Вот для него я могу сказать, как. Один из тысячи, а для всех 99-ти о том, как же им успеть разгрести карму за это воплощение, так еще и проснуться. Так проснуться всем не надо. Почему? Большинству людей надо пожить еще несколько жизней по инерции, налетая на острые иглы того, что является ими самими. Внешний мир и внутренний, упомянутый тобой в вопросе, это одно и то же. Как сказал мой учитель, назначение внешнего мира отвлекать от невзгод внутреннего. Это точно. И они связаны, они связаны очень хитроумным образом. Волшебность, мы здесь идем туда, где совсем волшебство при волшебство. Редактируя внутренний мир, мы почему-то меняем внешний мир, иногда это, ну, при совсем волшебство. Мы поговорили, оно там изменилось, и ничего, больше ничего не изменилось, но почему-то есть связь, а связь реально есть. Взрослому человеку, который хочет развиваться, совет простой. Во-первых, замедлить свой ритм, медленный ритм, не торопиться, позволить медитациям на любом уровне психики происходить до конца. Если мы им не производим, они не переварены, они выпадают на другое тонкое тело, порождают дисбаланс, выпадают дальше, и так люди болеют. Вот, говорим, стоп, и начинаем жить медленно. Вероятно, нет, кому наблюдать, а кому как. Начинаем жить медленно, и лучше смотреть божественную волю. Вероятно, придется принести какие-то жертвы, потому что то, за чем мы бежали, оно будет ускользать. Ну, тут мы можем перестать, нам придется, а хошь не хошь, придется переустанавливать приоритеты. Какая-то субличность делового человека, который бежал за событиями жизни, чтобы их выстроить, успеть сделать, все воплотить планы. Это субличность бизнесмена развалится или потерпит поражение в борьбе с внутренним наблюдателем. Жизнь будет очень сильно меняться, когда мы меняем ритм, но зато мы лучше просматриваем волю духа. И, может быть, немножко страшно, когда мы теряем то, за чем мы бежали по инерции, следуя стереотипам, неким типовым сюжетам, как бегало наше внимание. Может быть, страшно, если не поменять приоритеты и расстановку этих приоритетов? Приоритеты – это тоже один из уровней. Там меняется комплекс, но приоритеты меняются на шестом этаже ума. Вот это будут хиальные тела, ценностные. То, что ценности, то, что важно – жизненные позиции. Тут редактируется судьба, конечно. А если приоритет поставить как раз «проснуться», то есть вот эти кармические задачи воплотить сейчас, проработать и дальше пойти работать с Высшим Я, например? Так это вся фабула, зачем каждый из нас здесь находится. Так в том и суть, для этого и жизнь. Если бы каждый остановился и посмотрел волю духа, то все бы синхронизировалось волшебным образом. Прямо волшебным при волшебном. Если бы каждый сделал бы очень немного сеансов глубокого разбора, перебора, увидел бы волю, то мир бы удивительным образом синхронизировался. Земля бы перестала быть чем-то напоминающим ад, где черти варят зелья. Субличности бы подружились, воля Божья проявлялась бы удивительным образом. И оказалось бы, и все бы это увидели, что Бог реально существует, и что Он каждой твари придумал место, где ей быть. Каждой твари, где ей жить. Муравью ползти здесь, птицы лететь там, человеку сидеть, задавать вопросы. И все бы остало бы на места, потому что реально мы здесь ничего не решаем. Мы здесь как-то подмешиваем свой кусочек всемирного Я, который Бог. И мы где-то хвостиком вильнули, где-то, как в сказке про золотое яичко и курочку ряба. Мы где-то подправили бы что-то, но как часть целого, мы бы осознавали себя как часть целого. Клетка желудка, она клетка, но она может ощутить, что она есть желудок, и у каждой клетки есть место. И каком-то эфирный слой ауры определяет, как желудоку существовать, и каждую секунду времени воссоздает этот желудок. Внутреннюю клетку. Поэтому это все единый организм, это все единое существо, великое существо, вселенная. Это нижняя, видимая вселенная, это нижняя часть Бога, это самый плотный слой Бога. Если бы все это вывернуть наизнанку и посмотреть с той стороны, мы бы сказали, а он, что это было? Вот это что? Это я сам смотрю свою оболочку сетчатки, которые я все сам это вижу, разделившись на миряды частей, на миряды точечек. Это все я один великий, я смотрю, я такой великий, что я разделил свое сознание, одно моя часть моего сознания ушла, я смотрю жизнь Оли, другая часть моего, я смотрю жизнь Гены. А все это, вот все это совокупность, это все части целого, вот в этом и вся суть. А если посмотреть еще на совокупность с точки зрения рода, почему я спрашиваю? Потому что Академия воплощения детской мечты обращает очень большое внимание на то, чтобы гармонизировать связь родителя и ребенка. И ведь она очень мощная, и даже если мы работаем со своим высшим я, то влияние, по крайней мере до 14 лет, родителя на ребенка очень большое. И ребенка на родителя ведь тоже. Что это такое за чудо? Род, некая программа родовая, безусловно, существует, как правило, она в подсознании. Копать ее дольше, но можно выкопать, в том числе выкопать все эти негативы, проклятия и повторяющиеся идущие по роду сюжеты, в том числе и хорошие. Это все программы, это все программное обеспечение в подсознании. Расширяя сознание, мы начинаем видеть, что происходит. Если мы расширим сознание до максимально возможного человека уровня, то мы станем буддхисаттвами, такими просветленными, которые понимают, как оно здесь устроено на этом уровне, и могут выбирать, воплощаться им на земле или нет. Это высшая философия, но это та модель, которая все объясняет. Поэтому карма рода, безусловно, есть. Она похожа на карму других родов. По типажу, по некой форме рода, она родовая карма. Все родовые кармы чем-то похожи, но у каждого свое наполнение. Все же это для людей похоже, и они отыгрываются. Но индивидуальный набор у каждого рода свой. Я бы тебя научил очень важной технике. Она называется атманический анализ. Это одно из самых эффективных действий, которые можно только сделать. Особенно для детей и родителей. Это чуть ли не техника номер один в мире из всех видов психологии, которые только бывают. А в чем суть ее этой техники? Вычисление идеалов. Мы начали с мечты. Я сказал, атманический архетип. Как туда попасть? Как туда, внимание, попасть? Внимание туда можно попасть, проанализировав все самое лучшее. А также... В своем роду. Ну, в роду, потому что это очень важно. Идеалы обязательно свяжут род. Чем тоньше уровень энергии, в который мы помещаем внимание, тем больше общности мы захватываем. Идеалы обязательно синхронизированы благодаря божественному устройству, синхронизированы у родителей. И, собственно, базовое правило – синхронизировать свои тела. Например, договорившись, начав рассуждать в унисон, мы синхронизируем наши ментальные тела. А переживая общие эмоции, мы синхронизируем свои астральные тела. А атманическое – это самое главное. Синхронизировать идеалы. И атманический анализ в формате «Дети, родители» – это вау-техника. Да мы же его делали. Мы создавали общий плакат желаний «Моя семья, моя команда». И мы… На самом деле это очень сложно было, но я надеюсь, нам удалось это сделать. И на плакате были мечты и желания каждого, каждого члена семьи. А в центре были общие, общие наши семейные, совместные впечатления, желания и мечты. Это были сознательные мечты? Ну, я надеюсь, что бессознательные там тоже были. Ну, как-то они захлёстывают. И, по крайней мере, сознанием можно вытащить довольно легко из полуосознаваемого. Об этом говорил еще Фрейд. Сознание – подсознание полуосознаваемое. Какая-то прослойка, где мы чувствуем, что что-то есть. И вот на таких практиках как раз из полуосознаваемого вытаскивается. Но бессознательное, которого бесконечное количество, очень медленно приходит в полуосознаваемое, потом в сознание. У многих людей процесс останавливается. Люди умирают 20 лет. Большинство людей спят. Вот это то, что называется зомби. Вот они живут, и уже у них не шевелится ничего. Поэтому нужно лезть в подсознание. Дело в том, что конфликты у людей могут быть. Во-первых, внутри сознания, внутри подсознания может быть конфликт сознания с подсознанием. И может быть набор всех этих конфликтов. Что чаще всего и бывает. Самая вкусняшка – идти в подсознание и вытаскивать. Человек говорит… Вот это да. Вот что мы бились. Отцы с родителями бились. У него идеал этот. Они же на самом деле синхронные. Только столько счастья могло бы быть. А мы воевали 20 лет. Вот что значит работа с подсознанием. Иди туда, в подсознание. Я тебя научу. Собирай группу, будем учиться. Будем прям оформлять научный метод. Это все высший пик. Это эти методы полимодальной психологии перегнали реальность на тысячи лет. Пока эти методы попадут в университеты, пройдут столетия. Ну, хочется верить, что это раньше. Но какой-то внутренний порог внутри меня говорит… Эти люди, которые испугались коронавируса… Да у нас же за два месяца уже образование перешло в дистанционное образование. И уже люди переключились. Так может быть, это как раз тот самый путь, с помощью которого методы смогут перейти в образовательный процесс? Невозможно. Невидно и неслышно. Ну, есть очень много психологов, сексологов, которым я лично знаком, которым я предлагаю, которые не понимают, что я им предлагаю. Которые шугаются и даже выкидывают меня из друзей на фейсбуке, потому что я слишком навязчив. Говорю, что вот это все, что вы пишете, это решается за два часа. Не надо терапию двухлетнюю. Это все… Кубик-рубик собирается. А мы можем так попробовать и собрать. Конечно. Ну, так сказать, продемонстрировать, показать какую-то короткую. Может быть, не сегодня, может быть, в какой-то следующий раз. Будем делать. Может быть, с родителем и ребенком. Обязательно. Обязательно делать. Родители с детьми – чудо. Посмотрим. Они все будут летать. Это тонкие энергии, это блаженство. Всем станет хорошо. Со стороны это будет напоминать хороший, просто добрый душевный разговор. Со стороны не будет видно парапсихологии. Будет видно психологии. Просто хороший психолог. Ну, тот, кто будет наблюдать и думать, что это хороший психолог, он не увидит самых тонких вещей. Работа с тонкими энергиями. Потому что идеал, система ценностей и мысль, у него будет все сливаться. И в принимаемое решение все будет сливаться, склеиваться с уровнем мысли. Это будет все. Что-то думают, говорят. А реально-то надо вводить внимание по разным уголочкам психики человека и рассматривать. И с развитыми людьми это напоминает серфинг. И для меня это высшее блаженство. У меня очень много людей неразвитых, которые, я знаю, что чинить быстро. И там ничего интересного нет. И мне уже скучно. Поэтому мне нравится работать с разными людьми. Я мечтаю вообще работать с главными государствами. Потому что вот эти методы очень хорошие. Серфинг – это когда ты поскользишь по архетипам. Нужно знать астрологию. То есть там примерно 50 астрологических архетипов. 12 планет, 12 знаков, 12 домов, там десяток аспектов, еще какие-то положения. И это все просто надо знать, чем пахнет. Человек мне говорит о трудностях, что у него несостыковки. Я понимаю, что Сатурн. А вот он говорит, что я думаю, думаю, я понимаю, что Меркурий. Одним глазом я вижу Меркурий, другим глазом я вижу ментальный архетип. Третьим глазом я включаю, тут реально цветный глаз включается. Когда ты видишь в нескольких моделях, это все равно, что как оперировать, нащупывая. Представь себе черный ящик. И там что-то лежит, я должен с этим разобраться. Я не знаю еще там что, но я знаю, что делать. Я всовываю так, я нащупываю. У меня одна рука, один архетип, другая рука, другой архетип. И я, может быть, там несколько рук, там просто очень сильное управление. Я веду фокус внимания. А вся прелесть работает с фокусом внимания. Его-то надо и научить ходить другими путями. И мы его можем поместить в ту область, куда человек не смотрел. А чтобы узнать эти области, надо их изучить, эти модели. И такие модели, и такие архетипы, очень важная штука. Астрологических 50. Высшие архетипы – это 10. А у них, если перемножить, то очень много модальностей. Семь тонких тел, о которых мы говорили, начиная с мечты. Это семь модальностей. Они еще делятся. Инь-ян, НЛПР, что-то подозревают. Они говорят, есть активность, есть пассивность. Есть пассивность, они говорят. Они ошибаются. Это не пассивность, это адаптивность. Цветок адаптивен, он не пассивен. Он принимает. Это инь. А воздействие – это ян. Изнутри наружу. Это очень важные архетипы, высшие архетипы – это высшие абстракции, это высшие законы мира. И можно их изучать и применять. Как, конечно, какие-то психологи изучали их, но все или не все, насколько они пошли далеко. Самое интересное, я вижу, что, ну, я думаю, не я одна вижу, что здесь огромная кладезь знаний, учений, умений и вообще огромное количество информации, которая с годами постигалась. Но мне кажется, был один такой священный момент, дар, озарение, когда вот все эти знания сошли в единую систему, когда они состыковались, и все стало ясно. Как говорит Алиса в «Стране чудес», когда-нибудь все кружева сплетутся, и картина «Причина следственной связи» станет ясна. Вот был такой момент? Да, безусловно, этот момент был, когда Сатурн, управитель 10-го дома моей карьеры, прошел по Куспиду 10-го дома. Он ходит там три раза, и как раз все очень было синхронизировано с этими точками прохождения. В один из моментов мой учитель, самый великий, покинул планету и преподнес мне дар, я так понимаю, что его душа заметила меня, и сказала, ему надо. И дал мне дар, и у меня с того момента практика пошла. На последнем моменте контакта с Сатурном, управителя карьеры, управителя с точки сборки карьеры, у меня пошла практика, вот буквально все склеилось. Оказалось, что все, что я учил, можно склеить в одну систему. Астрология склеилась в одну систему, с одной стороны. Полимодальные элементы, тонкие тела и субличности склеились. Что-то по ходу я достраивал, что-то я обнаружил, что я вообще не у этого учителя учил, но я это в другом месте учил, и оно было нужно про это. Я осознал в себе дух, который ведет. Можно по-разному и называть, по-разному рассматривать, но дух-то вот я, я понял, что я-то не есть дух, но он меня туда толкал, он меня туда звал. Где-то примерно два года назад, конечно, когда я все ощутил, что все это склеилось, я сделал такие круглые глаза, я сказал, ведите ко мне всех, ведите там тяжелобольных, ведите всех, я буду биться, все только все. Но мне повели, конечно, и какое-то количество тяжелобольных ко мне привели, никто из них не хотел жить. Я очень долго развел рот, а как так? Почему они все сбегают в самом начале? Ну, теперь-то я знаю, что за два года битвы я понял, там дух не имеет в виду исцеление. Там просто нет этого. Они не видят ни меня, ни свое исцеление, они не хотят жить. И действительно, например, онкологически они не хотят жить. Ну, как правило, ну, не хотят. Ну, если хотят, они все-таки начнут что-то делать. А если они не хотят, они идут в больницу, и их там начинают травить и резать. Мне, честно говоря, очень хочется показать такое маленькое чудо. Может быть, это будет в следующем выпуске. Показать воплощение. Одно из воплощений этого дара – желание жить. Самое, самое главное желание, которое реализуют. Ну, давай попробуем сейчас что-нибудь. Лучшее впечатление в твоей жизни. Вспоминай. Моей? Лучшее. Самое лучшее. Number one. И все впечатления резко. А, вот. А внимание куда идет, смотрим. Внимание-то куда идет, а куда же внимание идет. Лучшее, самое лучшее впечатление за жизнь. Нам придется использовать память. Где мы это можем выковырять? Лучшее впечатление только из памяти. И сразу открылась мне фотография, где я стою с огромным креслом. Все кресло уставлено моими игрушками. Меня фотографируют на фоне моих игрушек кукол, конструкторов, пупсов, собачьих, кошечек в красивом розовом платье. Ой. Давай вдохнем эту энергию вот так. Приятно? Думаю, неужели это все, все такое, все. Приятно. С моей игрушки, это как красивое платье. Хорошо. Очень. А кто же ты? Кто ты? Да. Кто ты? Ольга. Паспорт, выйди отсюда! Мы тут с личностью работаем, а паспорт пришел, говорит, я Ольга. Еще бы сказал, я женщина. Снова идем. Давай воспоминания. Ты на фотографии, игрушки, цветы и все, что чудесное. Вдохнем, вдохни, пожалуйста. Да вдохни же, что я за тебя вдыхаю. Давай, давай, энергию эту, не бойся. Это прекрасная энергия, с твоего лучшего воспоминания. Номер один в жизни. Номер один. Вау. Ощути это. Что там прекрасного? Что прекрасного? Я. Я. А ты кто? Я в радости. Я в радости? Хорошо. Я в радости, в счастье, в воплощении желаний. А еще мне пришел такой фрагмент, когда на сцене выступала. И какие потоки радости. А на сцене выступал кто? Тоже я. Ну, какая я? Назовись. Есть у тебя название? Выступающие на сцене. Как ты? Обращаться к тебе? Ольга ко мне обращается. Паспорт. Паспорт. Выйди. Кыш. Выйди отсюда. У нас... Это мы можем на групповых тренингах растянуть момент изгона паспорта на целый час веселого тренинга. Ну, сейчас нам некогда занимать твой паспорт, уважаемый. Не приходи к нам во внимание. Пускай мы исследуем дух. Еще раз вдыхаем. Давай, давай, давай. Мы настраиваемся на это. Настраиваемся. С первого раза редко у кого получается. Но мы туда внимание все лучше. Подарили розу. Подарили розу. В спектакле совершенно незнакомый человек преподнес мне розу. И в этот самый мой любимый, любимый цвет, любимой формы. Вообще пахнущий. О боже мой, вот оно, вот, вот, вот оно, вот оно, вот оно пришло. И вдохни, вдохни, вот эту энергию, вдохни. Давай. На кого похожа вот эта роль? Давай позицию. Ты кто там? Я там я. Да, кто ты? Я там. Название, назови. Энергии принятия благодарности. Принятия благодарности. Ты принимающая благодарность? И дарящая. И дарящая. Принимающая, дарящая благодарность. Что важнее? Посмотри, благодарность, цветы, игрушки, сцена, что важнее? Ой, мое благостное состояние. Состояние. Которое делает этот круговорот. Некое я, которое в состоянии круговорота. Которое в состоянии благодарности. Благодарности. Радости, любви, счастья. Состояние счастья. А ты управляешь этой благодарностью? Или ты внутри благодарности? Я запускаю и получаю? Запускаю. Как это менеджер или игрок с благодарностью? Кто это? Кто? Ну вот, запускаю, получаю. Ты играешься как бы с благодарностью. Как тебя назвать? Нет, я в потоке. Это в потоке. Я в потоке. Потоковое я. Ну, пусть будет потоковое. А ты говорила про сцену. Причем тут сцена потоковое я? Без сцены можешь ты быть в потоке? Или все-таки лучше? Могу. Ага. А почему на сцене? Ты это испытала в связи со сценой? В связи с той ситуацией, когда есть максимальная концентрация внимания, чувств, эмоций, сознания, здесь и сейчас. Вот максимальная точка концентрации. И у меня это возникло на сцене. На чем концентрация? На том, что происходит. На сцене? На том, что происходит сейчас. Чудо, творение. Ну, а сцена там при чем? Ты что делала на сцене? На сцене был спектакль, была игра. А ты была кто? Я играла роль в спектакле. Какую? Другую, не свою. А тебе нравилось? Мне нравилось. А важнее сыграть роль или благодарность? Для меня в тот момент было важно почувствовать состояние потока, фокусировки и взаимодействия. После нашей беседы небольшой тебе легче попасть в это состояние? Я его отследила. Вот оказывается, что такое фокус внимания? Да. Вот ты можешь теперь проще туда попасть, фокусом внимания, в то состояние? Да? Давай еще раз в то состояние войдем. Взаимооборот благодарности. После спектакля. Как к тебе обращаться, если мы захотим тебе сделать хорошо это состояние? Назови. В потоке, наверное. В потоке. Ну вот так это будет сейчас называться. В потоке. Я в потоке или Оля в потоке. Давай так. Она все-таки Оля, паспорт очень просится. Оля в потоке. Да? Если бы через неделю... Это не то. Оля в потоке, что-то не то. Ну а таким ты себя ощутишь. О, хорошо. Все, пошел процесс. Давай, как идеально, чтобы назваться. Вот идеальное название тебе в то состояние, когда ты в потоке. Состояние внимания. Назовем его так. Оно мне понятно. То есть, если мы через неделю встретимся, я скажу, привет, состояние внимания, то ты сразу включишься в обмен благодарности. Ну, так, значит, будешь... Имя-то может быть любое. Пока ты будешь называться состояние внимания и та часть личности, которая вот про поток. То есть, такой лейбл у нас пока. То есть, по сути, мы вспоминаем важную ситуацию, погружаемся в эту важную ситуацию, смотрим, что там для нас самое ценное. Берем и называем это самое ценное состояние, просто чтобы, ну, как указатель дорожки, как нам снова пройти в это благостное для нас состояние. Это один из вариантов. Один из способов совершения. А их много. Их... Я сейчас добавлю, что, в принципе-то, можно распаковать что угодно из чего угодно. Ух ты. Взять фотографию, которая тебе нравилась. Какую-то фотографию. И из нее сделать мысли. И из нее сделать систему ценностей. У всех это будет по-разному. Можно распаковать все, что угодно. Ты можешь найти любую вещь, которая тебе нравится, и мы из нее простроим кусочек личности. Потому что же, если она понравилась, значит, что-то есть идеальное. Если там свет идеала есть. Все. Мы идем-идем. И усиляем твою личность. И можно тебя сделать очень энергичной на материале чего угодно. Вот в память. Можно пойти на улицу, посмотреть, что тебе нравится на этой улице. Ты скажешь, вот мне вывеска на магазине нравится. И мы будем ее по тонким телам распределять. И какая-то сила на каком-то уровне прибудет. Чем выше, тем больше у тебя будет силы в целом. Вот как это работает. Ну вот такие чудеса и фокусы внимания. Вот как это работает. Один из вариантов. Один из огромного числа вариантов. Дальше больше.